Завтра Дума рассматривает в первом чтении закон о государственном бюджете. Рассмотрение происходит в крайне сложных и ответственных условиях. Не случайно прошла большая консультация у президента с лидерами фракций, а вчера в течение двух часов мы обсуждали со всеми министрами нашей страны основные направления экономического развития державы. Сегодня в «Правде» и в Советской России подробно опубликовано наше отношение к этому бюджету. Бюджет либеральной эпидемии. Советую вам внимательно с этим ознакомиться. Я разослал материалы нашей оценки всем членам Совета Безопасности, включая президента, всем членам правительства во главе с Мишустиным, всем губернаторам и законодателям. Сейчас вопрос стоит ребром. Или мы начнем вылазить из тяжелого системного кризиса, или мы дальше будем проваливаться в эту яму. Вся беда заключается в том, что этот кризис взял на горло всю планету. Если после дефолта 1998 года могли рассчитывать на помощь и поддержку извне, то сегодня фактически извне нас поджигают и давят со всех сторон. Пытаются удушить русский мир Белоруссии, пытаются поджечь, организовать большую войну на Кавказе, неспокойно в Средней Азии и на Дальнем Остале. И на этом фоне идет выборная кампания в Соединенных Штатах. Смотрю прямые дебаты Байдена и Трампа. Байден говорит, что для нас враг номер один – это Россия, а Китай – это конкурент в области экономики. А Трамп говорит, что настолько насолил Россию, что с нами не сравнится. И это идет на фоне того, что обе партии заявили, что после выборов 3 ноября они не признают результаты, якобы они будут нечестны. Это в стране, где 432 миллиона стволового оружия находится на руках. Так что не исключаю, что впереди большие потрясения, от которых пострадает в том числе и доллар. А наш рубль напрямую привязан к доллару и подешевел в этом году уже на 20%. Я когда поднял бюджет, посмотрел и заявил вчера премьер-министру. Вы нас в Думе заявили, что будете поддерживать новейшие технологии. И мы довольны, что вы нашли большие средства на развитие радиоэлектронной промышленности. Но я смотрю этот раздел в бюджете, а там этих средств нет. Вы заявили о том, что высокими темпами развивается село агропромышленный комплекс. Действительно, он единственный, кто прибавляет 4%. Остальные проседают от 3 до 20%. Надо суда вкладывать. Но оказывается, ни по одной статье этой не выдержаны параметры обещания. В том числе и перечеркнули те обещания, которые давал президент на заседании Государственного совета. Вы заявляете о том, что мы будем образованной нацией и выполняем все социальные гарантии. Открываю раздел образования. От ВВП вкладывали 0,9%, будет 0,8%. Смотрю, что касается науки. Та же самая картина. Но больше всего меня поразило здравоохранение. Вкладывали 1,2% от ВВП. Развитые страны вкладывают почти 7%. Будет 0,8%. По всем главным статьям идет сокращение. Исаев выступает и говорит, мы, Единая Россия, выполняем все социальные гарантии. И живем в соответствии с Конституцией, социальным государством. Я говорю, ну если в социальном, значит надо заботиться о гражданах. Первое и главное – работа и зарплата. У нас в среднем полстраны живет на 7 долларов ниже африканской нормы. Будет повышаться? Не будет повышаться. Цены будут снижаться? Будут расти. Каким образом фонд зарплаты отражен в бюджете? А он никак не растет ни на копейку фактически. Тогда и здесь, увы, не социальные государства. Смотрю, какие гарантии 8-часового рабочего дня, за него 200 лет народ боролся. Оказывается, никаких гарантий. Каждый дует свою дуду. Что делается для того, чтобы поддержать детей, женщин, особенно детей войны? Мы же у вас спросили, 8 раз носили этот закон, каким образом в новом бюджете отражена эта статья. Никоим образом не отражена и не обещают, и не хотят давать. Я говорю, тогда что делать дальше? Каким образом будем решать проблемы прорыва в будущее и выполнение послания президента, победить бедность, остановить вымирание? Вымирали уже в этом году почти 300 тысяч. 350 будет, похоже, по году. И в следующий. Если так продолжится, проблема будет не решена. Открываю, казалось бы, главный вопрос. Как жить в большой стране в 10 часовых поясов, если у тебя не развит транспорт, авиация? Оказывается, и статья по авиации резко сокращается, они наращивают. У нас выпустили за последнее время Суперджет. Вот, Суперджет. Он на 70% оказался из иностранных деталей. А сейчас приняли решение эти детали или не поставлять, или не принимать на самолет на рынке. И в результате, чтобы переделать эти детали на своих производствах, надо иметь 120 миллиардов рублей для этих целей. Дайте мне эти деньги, я вам сделаю за них новый самолет. И будет экстра-класс. Мы умели всегда делать хорошие самолеты. Треть пассажиров в мире летала на советских самолетах. И так вот по всем статьям прошли, я говорю, вы понимаете, что это не бюджет развития, это не бюджет прорыва в будущее, это не бюджет вхождения в пятерку развитых стран. Это бюджет дальнейшей деградации и вымирания. Те обещания, которые даны президенту посланий, тот новый курс, который обозначал своих выступлений в Мишустин, не поддержан. Это и либеральные хевры, агрысками ельцинской эпохи, которые сидят во всех финансовых структурах. Поэтому вопрос стоит ребром. Или будет новый курс и новая политика, или и дальше будем скатываться в яму. Мы категорически против скатывания. Поэтому мы провели большой пленум Центрального комитета, на который пригласили всех союзников и друзей. В нем участвовало 4000 человек. Женские, ветеранские, научные, общественные, военно-патриотические, писательские, художественные, детские, молодежные. Все организации. Мы приняли решение сплотить максимум на нашей программе, программа, которая утверждена на Орловском международном форуме, программа «10 шагов достойной жизни». Она позволяет нам сформировать бюджет не в 21 триллион, а в 33 триллиона. Она предусматривает проведение общенационального референдума, чтобы все недра служили на каждого человека, не обогащали олигархи. За время коронавируса обогатилась только олигархия и вороватые чиновники. Прибавили миллиардеры плюс 20 процентов. О, хапнули. Плюс 20 процентов. И почти 100 миллиардов по разным каналам выгнали за рубеж. 7,5 триллионов. Дыра в бюджете 5 триллионов. Солуанов ее залатывает, обрезая все. И выбрасывая все программы развития, вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в развитие и двигаться дальше. Когда вам будут еще раз завтра заявлять, что у нас все решено и движемся вперед. Чтобы двигаться вперед, я знаю, как это делает Америка. Она печатает доллары, взвинчивает военный бюджет. И, несмотря на то, что грызутся между собой и орут, Америка превыше всего. Что делает Германия, крупнейшая страна Европы? Она в 10 раз больше, чем и вкладывает в ремонт своей экономики, поддерживает малый и средний бизнес. А у нас уже треть среднего бизнеса и мало вздохла. И дальше будет умирать при такой поддержке. Что делает Китай? Китай уже во втором квартале прибавил плюс 5%. Единственная страна в мире. Учитесь у Компартии и осваивайте это. Тогда и будет то, что надо. Что делает Вьетнам в борьбе с коронавирусом? Всего 35 человек умерли. Они внедрили систему СИМАшка, изобретенной советской страной. И блестяще справляются с этими проблемами. Что делает у нас либеральный финансовый блок? Он обрезает, сидит на горе денег. У нас сейчас 13 триллионов. Фонд говорили на черный день на случай. Посмотрите, три строчки. Как этот фонд используется? Никак. Он бережется опять для олигархий, для того, чтобы откупиться, если вдруг начнутся массовые волнения, и провести успешно выборную кампанию «Единой России», поддержка которой меньше 30%. Обещают хапнуть две трети голосов. Только за счет жульничества, трехдневки и всего остального можно решить. Наша программа, которую мы приняли вместе с союзниками, предусматривает решение семи ключевых проблем. Это прежде всего сохранить и укрепить русский мир, без чего невозможно наше единство. Это все сделать для того, чтобы реализовать нашу программу, программу развития, поддержать коллективные народные предприятия, ввести в нормальные русла выборную систему и не допустить реванша этой ельцинско-грязной, вороватой либеральной олигархии. Мы будем реализовать патриотическую программу и наш бюджет развития. Тот, который нам внесли, наша фракция поддерживать не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова